Так, здорово пацаны! Короче, сегодня опять быстрое видео про Final Cut. Я хотел рассказать сегодня про работу со звуком в Final Cutе. Даже не то, чтобы со звуком, а с музыкальными треками. Как монтировать под бит, некоторые приемы, некоторые варианты монтажа под бит. Выбери, какой тебе удобнее в конце этого видео. А также некоторые фишки работы со звуком, некоторые приемы фейдов. И вообще, какие нужны тебе приемы с треками. Короче, ладно, погнали в Final Cut. И первое, что мы видим, это у меня уже здесь добавлена дорожка аудиотрека. Это музыка из Epidemic Sound. Какой-то у нас тут есть трек. На самом деле, вся музыка будет использоваться сегодня только из Epidemic Sound. Поэтому, если тебе интересно, ты до сих пор не определился, какой музыкой пользоваться, где скачивать музыку для видео, используй ссылку под видео. Короче, вот у нас есть трек. Сегодня будем использовать его. И несколько способов добавления аудиодорожки на тайм-линию. Мы можем ее просто перенести и скинуть. Но тогда у нас она будет как Primary Storyline. Займет всю нашу магнитную линию. Мы не сможем уже здесь монтировать. То есть, весь у нас дальнейший монтаж, по идее, должен превратиться в Secondary Storyline. Поверх этой дорожки. Для того, чтобы это избежать, есть два способа. Мы можем нажать клавишу P. Это у нас получается Position, если я не ошибаюсь. Можно клавишу P на клавиатуре, а можно вот здесь стрелочки выбрать. А у нас, видишь, значок стрелочки меняется в такой треугольничек. И мы можем трек двигать у нас по-всякому. Можем его сместить куда-то в сторону и начать монтировать вот в этой области, которая осталась серая после трека. Это называется Gap. Либо же мы можем просто перенести трек вниз. На Secondary Storyline у нас появится Gap. И монтировать здесь поверх. А можно сделать вообще по-другому. Выбрать трек и нажать клавишу Q. Таким образом у нас опять же появится Gap. И снизу у нас будет на Secondary Storyline наш трек. Также перенос трека на таймлинию у нас можно осуществляться клавишей английской E. Но тогда он у нас просто сбрасывается. Так же если бы мы его просто перетянули. Но пожалуй начнем. Как делаю обычно я. Добавляю трек и горячей клавишей Option-Command вверх. Клавишей вверх. У меня добавляется вот эта серая область Gap. И трек уходит вниз. Дальше я обычно, либо если у меня какой-то недолгий монтаж, я начинаю накидывать кадры поверх гэпа нашего. Выбираю, нажимаю кнопку Q. Заметь, что да, мы нажимаем кнопку Q. И он добавляет в то место, где у нас стоит скиммер. Если мы выберем кадр и нажмем клавишу E, он добавится у нас в конец. Потому что клавиша E это у нас добавить следующий футаж, следующий кадр после предыдущего. В данном случае он у нас добавит его просто в конец гэпа. Удаляем все кадры. Это был первый способ. Дальше как я еще делаю. Следующий способ. Это я выбираю Gap. Нажимаю два раза в область, где у нас настройка длины кадра. И нажимаю просто один shot. Вот, enter. У нас появился однокадровый такой гэп, который нас ни к чему не обязывает. Но таким образом мы освободили тайм-линию. У нас осталось здесь пустое место, в которое мы можем быстрым монтажом клавишей E скидывать наши кадры. Нам не нужно использовать Q, не нужно их передвигать. Мы можем их так друг за другом скидывать. Потом, например, если я знаю длину кадра, я их просто выберу все вместе, нажму два раза на таймер. Например, я хочу сделать быстрый какой-то динамичный монтаж. Я нажимаю клавишу 7 и у меня они получатся по 7 кадров. Каждый наш клип. Дальше показываю, что я делаю с аудиодорожкой перед монтажом. То есть, если мы собираемся монтировать под бит, сейчас я покажу несколько способов монтажа под бит. Выберешь себе нужные из этого. Делали заготовку, сделали однокадровый гэп, чтобы он нам не мешал. В конце, кстати, можно его просто удалить и это нас ни к чему не обяжет. Нажимаем для начала на вот этот значок и здесь мы можем выбрать некоторые, так сказать, вейв формы, что ли, да, или как. Короче, величину нашего трека, для того, чтобы мы могли видеть вот эти пики, по которым мы будем ориентироваться в дальнейшем, когда будем монтировать. Сделали побольше и первый способ добавления маркеров в наш трек. Это ручной способ, мы просто включаем трек и под бит начинаем себе делать вот эту заготовку с клавиши M. Наделали заготовок, примерно мы попали во все пики, если ты заметил, да, примерно. Дальше мы здесь можем их двигать и просто потом под каждый пик я выбираю кадр, клавиша IN, клавиша O, понравишься здесь во вьюере вот в этом. И клавишей E скидываю на таймлайн. Пока что я ничего не сокращаю, я просто скидываю кадры, которые мне нужны. Выбираю и скидываю. Как ты можешь заметить, это происходит очень быстро. Я выбрал кадр, нажал E, скинул, IN, О, я выбрал кадр, нажал, скинул. Наскидывали нужные нам кадры и теперь просто берем и каждый кадр подгоняем под наш марк, сокращая их. Вот так, вот так. Здесь не достает. Добавим еще. Так, смотрим, что получилось. Это был первый способ. И как по мне, этот способ самый быстрый и этим способом в основном я и пользуюсь. Накидываю просто на таймлинию кучу, 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 кучу клипов, коротких отрезков и потом просто подгоняю, подгоняю, подгоняю их подбит и все. Таким образом у меня получается динамичная нарезка. Особенно это действенно, когда у тебя очень быстрый темп у музыки и ты собираешься сделать очень быстрый монтаж. Такой вот. Первый способ это был. Удаляем клипы. Второй способ, когда у нас уже есть гэп, мы просто ставим скиммер в начало, включаем трек и будем пользоваться горячей клавишей Command-B. Это у нас разрезать клип. Смотрим, как это происходит. Вот здесь я еще промахнулся. Command-B. Напилили мы кубиков из гэпа и теперь мы что делаем? Берем клипы, перетаскиваем в каждый гэп, наносим прямо на него и он нам предлагает сделать replace from start. Replace from можно просто зареплейсить, таким образом он вместо гэпа поставит клип на всю его длину, а можно перетянув нажать replace from start и он заменит клип ровно по длине того отрезка футажа, на который мы его ставим. Не важно на самом деле, это может быть гэп, либо какой-то другой клип, то есть, например, я решу первый клип заменить и накинуть на него и нажать replace from start, он точно также заменит его, будь то гэп или просто какой-то футаж. И дальше мы просто берем и перетягиваем наши фрагменты видео и заменяем каждый гэп, заготовленный у нас под бит. Я не использую какие-то здесь сейчас монтажные штуки, типа там крупности или подходящие кадры. На самом деле я мог взять любые кадры, просто мне хочется, чтобы ты понял сам принцип монтажа под бит. Для того, чтобы убрать всю музыку из этих клипов, все звуки, мы нажимаем горячую клавишу shift command G, перед этим выделив все клипы и просто потом снизу берем ее и удаляем. Но будь внимательным, если ты удаляешь таким методом, звуки ты уже обратно не вернешь, то есть у тебя твои футажи останутся без звука уже навсегда. Смотрим, что получилось. Вот такой прием. Это был у нас метод номер два. Переходим к следующему способу. Чтобы его показать, я просто сейчас очищу всю нашу тайм-линию. И перед этим я скину нужные нам клипы, буду их выделять. И клавишей E поскидываю их вот так, поскидываю, поскидываю. Вот это какой-то очень длинный клип, он нам такой длинный не нужен, сократим его. Поскидывали клипы, теперь перетянем наш трекан. Этот способ менее быстрый, но он имеет место быть. И на самом деле я хочу, чтобы ты просто выучил сейчас эту горячую клавишу, которую я тебе покажу. Удаляем звуки. Таким способом тоже я иногда пользуюсь. Вот что мы делаем. Например, мы включаем. Здесь мы слышим, что мы хотим обрезать. Выбираем наш клип, нажимаем Option и правую кнопку. Таким образом у нас смещается клип с правой стороны. Если мы нажимаем правую скобку, если мы нажимаем Option и левую скобку, у нас соответственно обрежется все, что у нас по левую сторону клипа. Смотрим дальше. Выбрали. Нажимаем Option и скобка. Погнали дальше. Option и скобка. Option и скобка. Опять на бочку. Option и скобка. Опять на бочку. Здесь тоже бочка бьет. Я предпочитаю резать клипы, когда барабанщик у нас бьет именно в бас-бочку. Это один из методов нарезки футажей, нарезки клипов на Primary Storyline. Это вот этот Option. Правая скобка квадратная, либо левая. Это очень удобно, когда ты нарезаешь какие-то длинные синхроны, интервью. У тебя человек, горячая голова, наговорила, наговорила, наговорила текста. А тебе нужно вырезать его всякие B, M там. И для того, чтобы не делать вот это движение, типа, лишнее. Такой листаешь, листаешь, листаешь. Нажимаешь там B, обрезаешь. Обрезаешь потом здесь. Потом A. Потом удаляешь. Это долго. Быстрее делать, когда это... Вот я серьезно говорю, это из опыта. Быстрее делать вот этой Option скобка. Это, на самом деле, суперудобный инструмент. Тебе не нужно делать никаких лишних движений. Там, отрывать левую руку, там, от тачпада правую. Ты просто немного занес. Казалось бы, тут небольшое расстояние. Просто так, хоп, перенес ее сюда. И все, обрезал. У тебя клип обрезался. Переходим к четвертому способу, последнему. Также перетянем наш трек. Нажмем Option, Command, вверх. Выберем у нас однокадровый Gap, сделаем. Inter. Берем первый кадр. На самом деле, этот способ самый долгий. Но я его тебе, тем не менее, покажу, как один из способов. Перетянули клип. Допустим, он у нас вот такой длинный. Здесь мы услышали бит. И просто подтянули его до этого бита. Бита. Потом взяли следующий клип. Услышали бит здесь и также увидели пик. И подтянули его до этого, до этой точки. И так проделываем с каждым клипом. Видишь, примерно все совпало. Дальше нам остается только лишь выровнять кадры. Это делается, можно это делать не мышкой, не тачпадом, а делать это также в клавиатуре горячими клавишами. Выбираем сторону, на которую мы хотим сдвинуться влево либо вправо. Тот самый клип. И вот этими стрелочками на клавиатуре, где русская Б и Ю, это такие стрелочки влево-вправо, сдвигаем по одному кадру. Таким образом он нам двигает конкретно по одному кадру. Это на самом деле очень удобно, когда ты делаешь точный монтаж. Кстати, нужно там один кадр сдвинуть. Бывает, что это не очень удобно сделать мышкой либо тачпадом. Это проще сделать на клавиатуре. Это что касается монтажа под бит. Четыре способа, вот выбирай какой-то один из них. На самом деле я подумал, что я уже сказал, что я не пользуюсь каким-то конкретным способом, я их комбинирую в зависимости от задачи. Если мне нужно нарезать какой-нибудь 15-секундный сториз быстро, я просто скидываю трек, отмечаю его по битам, накидываю кучу кадров и компоную их по вот этим маркам. На самом деле, вот, кстати, гэпом я никогда не пользовался. Я знаю, что такой способ существует. Дальше, что я хочу показать про работу с аудиодорожкой. Это то, что если мы хотим, например, оборвать трек здесь, мы нажимаем Command-B, соответственно, удаляем этот кусок. И чтобы он у нас плавно заглох, берем за вот этот ползунок и делаем Fade Out. Это называется Fade Out, когда трек у нас плавно затихает. Но, как бы это могли все знать, но мало того, что существует такой Fade Out, его еще можно выбрать из четырех разных фейдов. Можно нажать правой кнопкой мыши, либо в данном случае на тачпад двумя пальцами. И здесь мы можем выбрать способ затухания аудиолинейный, как S-кривая, и либо плюс 3 дБ, либо минус 3 дБ. Здесь уже каждый выбирает по-своему, в зависимости от... быстрее глушится, чем плюс 3 дБ. Здесь мы настраиваем способ затухания видео. В разные фрагменты, в разных моментах, в зависимости от задачи, можно выбирать свою настройку затухания видео. Дальше, для того, чтобы заглушить, например, конкретный участок трека, выбрать, и чтобы у нас здесь, например, аудио затухало. С зажатой клавишей Option мы ставим вот такие марки. Обычно их должно быть 4 штуки, 2 слева и 2 справа, и просто тянем за нижнюю точку. Таким образом мы делаем затухание в середине трека. Приподнимаем, здесь можно выбирать дБ, насколько. В интервью обычно я опускаю на минус от 22 до минус 30 дБ. Также есть быстрый способ этого затухания. Горячей клавишей нажимаем кнопку R, либо ее можно выбрать вот здесь, называется Range Selection, выбрать участок. И просто на отрезке, который хотим заглушить, на аудиодорожке протягиваем его и опускаем. На самом деле неудачный пример, потому что здесь ключевые точки уже стояли. Давай сделаем это здесь. У нас есть аудиодорожка, нажимаем R Range Selection и выбираем, например, этот участок. Опускаем середину вниз, и он нам сразу же ровненько показывает, что глушит в этом моменте. Для того, чтобы выйти из Range Selection, нажимаем кнопку A, горячую, она также есть здесь в этом меню. В любое место тыкаем, и здесь можно подстроить ключевые точки, сделать плавнее затухание, либо резче. То же самое можно делать это вместо Fade In, Fade Out. Вот здесь в конце, просто поставить ключевую точку перед концом, две штуки вернее, зажатой клавишей Option, и просто приспустить ее здесь. На самом деле таким способом я также пользуюсь. Приспустить ее здесь и подтянуть. И у нас будет такой также плавный Fade, затухание музыки. Надеюсь, тебе понравилось, ты узнал что-то полезное, чего-то ты не знал, как монтировать под бит. Так что, пожалуй, на этом все. Хорошего тебе монтажа, быстрых тебе склеек, хороших кадров. Больше монтируй, больше снимай. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok